МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не имеет значения, но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят. Очень круто. Наконец-то выскаживался. Что так? Только на радиоболтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Программа «Встретились, поговорили» в студии Олег Пека. И сегодня мы встречаемся и говорим с руководителем, можно сказать, с организатором конкурса молодых талантов Festival of Talents 2022, Нелли Пешко. Здравствуйте, Нелли. Здравствуйте. Я бы, если говорить о молодых талантах, понимаю, что все-таки просто так вот, конечно, есть исключения, когда талант может просто как одуванчик пробить асфальт и появиться на свет. Но сравнивая, может быть, вот не знаю, как есть дикая малина, вот есть садовая малина, вот нужен садовник, который поможет, который сможет каким-то образом вот это все окучить, спалить и вот взрастить. И вот дальше этот талант уже, может быть, будет сам дальше пробивать себе дорогу. Но на первых этапах, будь это музыкант, танцор, спортсмен, спортсмену нужна экипировка, музыканту нужен хороший инструмент, может быть, нужны какие-то средства для того, чтобы куда-то поехать, кому-то показаться, кому-то оплатить учебу, помощь, консультации и так далее. Все это вот требует денег, которых, ну, не у всех, к сожалению, есть. Вот как эта проблема решается у нас в стране? Спасибо большое за хороший вопрос. Действительно так и есть, что любому таланту нужно помогать для того, чтобы он мог развивать свой талант, достигать больших успехов. Поэтому это как раз и есть миссия нашего фонда, фонда Vivid Future, это финансово поддерживать молодые таланты, покупать, продвигать, отправлять, да, на необходимые мероприятия для того, чтобы вот финансово поддержать, чтобы он мог свой талант дальше развивать. Вот это как раз этим мы и занимаемся. Кому оказывается помощь? Потому что понятно, что, ну, далеко не все вот могут показать какие-то действительно выдающиеся достижения, кто оценивает, вот кому можно, кому нужно помочь, кому все-таки, может быть, это и не нужно. Вы знаете, когда мы принимаем заявки от талантливых детей, причем заявки мы принимаем не только от наших латвийских детей, но и вообще от, со всей Европы. О фонде узнают с каждым годом все больше и больше, также работает рекомендация, поэтому каждый год мы получаем заявки от родителей, от детей из разных стран. И мы обращаем в первую очередь, конечно, на талант ребенка, в каком направлении он развивается, каких результатов на сегодняшний день он уже достиг. То есть мы обязательно всю эту информацию проверяем, получаем. И далее мы также обращаем внимание возможности семьи, из какой семьи этот ребенок, сколько детей, какое финансовое положение родителей. То есть действительно ли этой семье необходима наша финансовая поддержка. И если это многодетная семья, и у родителей средний финансовый достаток, мы понимаем, что очень сложно, очень сложно помогать своему ребенку развиваться. Именно вот необходима финансовая поддержка. Вот таким деткам мы стараемся в первую очередь помогать. Очень большое количество запросов к нам поступает по поводу приобретения новых музыкальных инструментов или нового снаряжения, если мы говорим о спорте. И мы с удовольствием помогаем. Действительно, очень многим детям помогли именно приобрести новый инструмент, о котором он давно мечтал, но ни родители, ни школа не могли это сделать. Огромная поддержка в этом направлении идет. Ну, то есть речь идет, конечно, наверное, не о скрипках страдивари, но о профессиональных. Ну, то есть есть, понятно, вот та скрипка, которая, может быть, начинает свой путь ребенок в музыкальной школе, которая, ну, абсолютно там, самый примитивный инструмент, а затем уже требуется более профессиональный, который стоит гораздо дороже. Вы знаете, мы не выбираем сами. Нам мы приобретаем, помогаем приобрести именно то, что спрашивает ребенок. Потому что, ну, если это юное дарование занимается уже профессионально, да, музыкой и так далее, он уже конкретно знает, какой инструмент ему на данный момент времени необходим. Поэтому в своей заявке дети нам уже конкретно отправляют запрос на то или иное приобретение вместе со сметой, сколько это стоит. Мы, конечно, можем это проверить через интернет-магазины или через наших партнеров на соответствие стоимости, да, которую ребенок запрашивает и инструменты, которые мы приобретаем. Поэтому эта вся информация проверяется, и мы действительно помогаем семье, родителям приобрести то, что им нужно на данный момент времени. Пианино, гитара, саксофон, флейта, скрипка, новые лыжи и так далее. Да, то есть перечень огромный, за 6 лет, вот уже полных 6 лет существования фонда мы смогли финансово поддержать 141 ребенок у нас, да, на сумму более чем 289 тысяч евро. То есть в среднем поддержка оказывается, оказываемой от, ну, диапазоне от 1000 евро до 4000 евро на одного ребенка. Ну, 4000 евро для семьи, которая сама не может себе позволить такие деньги сразу инвестировать в покупку чего-либо. Для них, конечно, это огромная помощь. Сразу такой нескромный вопрос, вот откуда средства берутся из фонда, ну, то есть вот каким образом вот этот фонд может выполнять такую миссию? Спасибо за хороший вопрос, это важный вопрос. Фонд создан, как я уже сказала, в 2016 году, и главный спонсор самого фонда является группа международных инвестиционных компаний Vivot Multitalent. Ну, возможно, это уже название на слуху, потому что компания работает на рынке с 2012 года в сфере инвестиций в недвижимость Германии. Как я уже сказала, это инвестиционная компания, работает в 12 европейских странах и в Латвии в том числе. И вот благодаря своему бизнесу, который компания делает, компания продает облигации, собирает таким образом капитал в свой бизнес, инвестирует в недвижимость, получает хорошую прибыль, выплачивает своим клиентам проценты. И вот часть от собранных средств от продажи облигаций, а именно 0,2%, уходит на счет благотворительности в этот специально созданный фонд Vivot Future. То есть, например, за последние два года компания привлекла 70 миллионов путем продажи облигаций, и в фонд поступило 150 тысяч от бизнес-деятельности этой компании. Вот все вот эти 150 тысяч до последнего цента полностью отданы детям в помощь, в поддержку, в приобретение того, что им важно, чтобы они также могли свой талант дальше развивать. То есть мы считаем, мы как компания считаем, что дети – это наше будущее, это фундамент, это будущее любой нации, и, конечно, инвестировать в, скажем так, в успешную, яркую, здравомыслящую молодежь – это для нашей страны, в первую очередь, большой будет прогресс к успеху. Ну и в любой стране. А есть уже какие-то, может быть, за эти 6 лет, ну, примеры того, что кто-то из тех детей, кто получил инструменты, начал, действительно добился каких-то уже успехов на конкурсах, в том числе, там каких-то… Вы знаете, у нас очень много таких историй, мне даже вот, наверное, придется отснять целую передачу, чтобы рассказать про каждого ребенка. Например, за вот эти вот 6 лет именно в Латвии мы поддержали 96 деток из разных направлений – музыка, искусство, и спорт, и, конечно, истории каждого ребенка мы отслеживаем. У нас есть тоже группа Vivid Future, созданная специально для тех детей, кого мы поддерживаем, и регулярно мы общаемся в этой группе, они нам отправляют истории своих успехов, побед, новые кубки, трофеи, которые они получили. То есть, конечно, за каждым ребенком стоит своя история, и начиная от момента, как мы начали ему помогать, и до сегодняшнего дня, как он вырос, достиг успехов. Кстати, вот фестиваль талантов, который в субботу мы будем проводить, у нас на этом мероприятии соберутся победители гранта Vivid Future за 2020-2021 год. Мы делаем фестиваль за два года сразу, потому что из-за пандемии в прошлом году мы, к сожалению, не могли. Это традиционный праздник провести. Поэтому деток соберется много. Из 71 человека победителя приедет 44 из разных стран, из Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии наши победители, наши чемпионы. И каждый из этих детей будет демонстрировать свой талант на сцене, рассказывать немножко свою историю. Мы, в свою очередь, подарим ему еще раз кубок Vivid Future, как талисман для успешного развития его таланта. То есть, ну вот такой вот насыщенный положительными эмоциями, красивый детский праздник. В нашей программе могут принять участие дети до 18 лет. Поэтому это в основном так от 5 до 17 лет. Вот такие юные таланты у нас будут выступать, и вот мы таких поддерживаем. А у меня сразу вопрос, как подать заявку? То есть, можно ли это делать на протяжении всего года, или какой-то открывается период получения заявок? Да, подать свою заявку на получение финансового гранта Vivid Future можно в любой момент в течение года. С 1 января мы открываем прием заявок до 30 сентября, то есть до конца сентября. Вот этот вот период, когда мы принимаем заявление от родителей, от самих детей. Дети нам тоже сами пишут. Но если там 13-14 лет ребенку, они уже сами о себе заботятся. Заявки мы просим присылать на электронную почту самого фонда. И электронная почта Vivid Future, название фонда Vivid Future at Multitalent AG, то есть вот на эту почту. Можно написать заявку в свободном виде, и мы ответным письмом отправим уже готовый шаблон презентации, которую необходимо заполнить согласно тем критериям, которые мы запрашиваем. Видео приложить, все перечни заслуг, таланта, ну и так далее, информация о ребенке, о семье. То есть все, что мы хотим знать, в этой уже презентации заложенная информация, нужно только заполнить и отправить нам назад. В октябре комитет Vivid Future изучает все заявки, просматривает внимательное видео, изучает ребенка, знакомится. И путем голосования мы уже выбираем, на наш взгляд, наиболее талантливых детей и тех, кому мы действительно хотели бы оказать финансовую поддержку именно в данный момент. То есть в октябре происходит голосование, и в ноябре мы озвучиваем родителям, ну и всем, кто присылал нам заявки, кто же у нас победил, согласно бюджету, который фонд имеет на тот момент. То есть мы понимаем, какой у нас бюджет, сколько заявок. И где-то каждый год в среднем у нас получают 35-37 детей, эти финансовые гранты. И уже сама выплата, финансирование, она происходит в начале следующего года. То есть в ноябре родители узнают, что их ребенок получает заветную сумму на реализацию своей мечты, потому что на самом деле это мечта ребенка, которую никто другой не может помочь воплотить в жизни. И вот в начале года, конец января, начало февраля, когда мы эту сумму переводим на счет родителей по договору, как финансирование, как дотация на развитие таланта. То есть таким образом проходит. Поэтому, пожалуйста, все желающие, у кого растет в семье талантливый ребенок, и вы бы хотели ему помочь, или вы знаете таких детей, обращайтесь в наш фонд, и мы обязательно сделаем все возможное, чтобы поддержать этого ребенка. Это наша миссия. Может ли случиться так, что, например, в один год не удалось получить, но это не закрывает окно возможностей, может быть, на следующий год, когда ребенок еще больше покажет свои таланты. То есть можно принимать участие, если... Конечно, абсолютно. И вот так оно на самом деле и есть. У нас бывают случаи, когда дети не получают грант в этом году. Конечно, они расстраиваются, но, как любой профессионал, чемпион, он должен уметь принимать и поражения, не только победа, но и поражения. И здесь мы говорим, что бывает такое, что не получилось, но подавайте свои заявки на следующий год, и мы обязательно и рассмотрим. Поэтому бывает так, что в этом году ребенок не получил, а на следующий год получил. А есть дети у нас, которых мы несколько лет подряд уже финансово поддерживаем. В один год мы инструмент купили, на следующий год отправили на какой-то важный чемпионат международный. Ну и так далее, и так далее. Мастер-класс оплатили важный, с каким-то знаменитым учителем, педагогом. Тоже часто дети к нам обращаются, что вот помогите мне куда-то отправиться на важные мастер-классы обучения, спортивные лагеря финансируем. То есть очень разнообразное направление в зависимости от того, что нужно ребенку. Так что да, мы двери никогда никому не закрываем. Самое главное, чтобы были выполнены наши критерии и критерии возраста, чтобы соблюдался. То есть до 18 лет. Ну еще раз повторим, до 18 лет. А скажите, вот какие области, в самом деле, вот мы сейчас созвучили, что в основном это музыканты, спортсмены, танцоры. В каких областях? Это могут быть ли, например, художники талантливых? Конечно, у нас очень много художников. Вот сейчас у нас на фестивале, у нас будет три талантливых ребенка, два из Латвии, один из Эстонии, кому мы помогли, профинансировали, открыть художественную галерею своих картин. И со своими работами они к нам приедут на праздник, будет выставка, мини-выставка этих художников, прекрасные дети. Это может быть талант в науке. Да, у нас тоже была девочка из Германии, очень такая с повышенным IQ, которую мы продвигали. А здесь вот чем может помочь, ну какие осуществить мечты в науке? Это то, что ребенок запрашивает. То есть оборудование, какое-то оборудование? Это может быть оборудование, да, или какое-то обучение, какой-то продвинутый мастер-класс. То есть вот опять-таки, да, какое-то обучение, что ему необходимо пройти, чтобы развить, раскрыть свой талант в полной мере. То есть в основном запрос от как раз родителей, или от детей идет, что им необходимо на данном этапе. Поэтому здесь уже не мы, как говорится, фантазируем, а мы просто помогаем реализовать мечту этого ребенка. А вот скажите, все-таки действительно для многих, может быть, это было бы, ну, в самом деле, открытием и чем-то вот непонятным. Почему фонд хотя бы, как кажется, что тратит деньги на абсолютно не своих детей, ну, не детей тех, кто, ну, вот, занимается. То есть каждый, вроде бы, человек хочет, в первую очередь, позаботиться о своих детях. Совершенно незнакомые люди. Вот в чем, казалось бы, смысл делать, вот тратить деньги, которые можно потратить на свое собственное удовольствие, на свое собственное поднятие уровня жизни? Вот в чем этот альтруизм? Ну, вы знаете, мы смотрим на это не как мы тратим деньги. Это инвестиция в будущее, инвестиция в дети. Это наше будущее, это тот фундамент, в общем-то, на котором скоро будет все держаться. Они растут. И от того, насколько вот этот фундамент будет крепкий, сильный духом, талантливый, с развитыми, скажем так, умственными способностями, физическими способностями. То есть от этого зависит качество жизни в будущем. Поэтому мы с удовольствием помогаем именно талантливым, здоровым детям. Потому что много направлений, много организаций помогают людям, детям, людям с какими-то... Заболеваниями. Заболеваниями, отклонениями. Это очень правильно, это очень хорошо. Но зачастую забывают про талантливых, здоровых, ярких, сильных. Но им также нужна помощь, другая помощь. И моральная поддержка, и финансовая поддержка. В первую очередь финансовая поддержка, потому что в таком мире мы живем. Поэтому мы все-таки решили помогать именно таким деткам. Потому что вот, возможно... Я помню историю о самом начале фонда, разговор с одной мамочкой. Она на самом деле даже плакала. Она говорит, у нее девочка играла очень профессионально на аккордеоне. Действительно в ней был талант. И она хотела развиваться в этом направлении. Мама жила одна, с дочкой, без мужской поддержки. И мама рассказывала, она говорит, боже мой, куда я только не обращалась, в какие инстанции, кого не просила, чтобы помогли купить новый аккордеон. Ну, говорит, бесполезно, бесполезно. Уже стоял вопрос о том, что все, девочка будет прекращать развиваться в этом направлении. И потом вышли на наш фонд. Мы купили новый аккордеон. Она не верила своим глазам. Маушевна говорит, ну, я до последнего, говорит, сомневалась. Я, говорит, не верила, что такое может быть. Ну, пришла какая-то компания, и раз, и купили новый аккордеон для моей девочки. Она говорит, это чудо, настоящее чудо. И вот о таком чуде мы очень часто и слышим от родителей, от детей, что я мечтал, 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 думал, что это нереально. И потом раз, пришла компания VIVAT Multitalent, фонд VIVAT Future, и реализовали мои мечты. Поэтому я говорю, что фестиваль талантов – это большой красивый праздник, потому что это место, где мечты детей встречаются с людьми, которые готовы реализовать эти мечты. Это вот прекрасно и чудесно, особенно в наше время. Мне кажется, что здесь еще есть один поучительный момент. Все-таки никто, но есть люди просто пассивные, которые, может быть, сидят, сложив руки, и ждут, что кто-то поймет, узнает их. Все-таки нужно иметь желание и инициативу, как в анекдоте, купи хотя бы лотерейный билет для того, чтобы выиграть в лотерею. Как минимум, ты должен купить этот лотерейный билет. То есть прийти, может быть, на этот концерт, который состоится в субботу в Доме Черноголовых, посмотреть на талантливых детей, которым помог уже фонд. Может быть, встретиться, спросить, расспросить, узнать, каким образом лучше собрать необходимую информацию, чтобы действительно произвести впечатление на фонд, показать своего ребенка с лучшей стороны. И, может быть, действительно участвовать не один год, а два, там, три года, ну, пока накопится какой-то, действительно, багаж выигранных конкурсов, фестивалей, чтобы было более представительно. Может быть, сформулируется. Ну, то есть это я все вот говорю, может быть, проговариваю для родителей, которые сейчас слушают нас и, может быть, задумываются о том, что действительно много дверей, таких возможностей могут открыться, но для этого нужно до этой двери дойти и вот повернуть эту волшебную ручку или постучаться просто в эту дверь. Вы абсолютно правильно говорите. Я бы даже дополнила, что тот момент, что родители сейчас слышат эту информацию, это уже не просто так. Значит, они уже получили эту информацию для чего-то. А это значит, что следующий шаг, нужно использовать эту информацию, нужно действительно сделать усилия в этом направлении, прийти на фестиваль, написать нам заявку. И я уверена, что мы сможем помочь вашему ребенку. Мы очень многим помогаем, очень многим помогаем деткам, и вы будете не исключением. Так что смелее. Еще раз мы, наверное, обратим внимание на то, что это не только музыканты, может быть, создаться какое-то впечатление, что это помощь только с музыкальными инструментами, это и спортсмены, это и танцоры, это вот, ну, как мы слышали, и художники. Любое мастерство, направление в любом мастерстве. И даже в науке, то есть здесь тоже, если вдруг... Наука, да. Любые способности у ребенка, которые важно развивать и продвигать. Да, то есть... Наверное, вот, ну, сложно будет запомнить на слух адрес электронной почты. Как все-таки вас, ну, найти, может быть, в интернете, набрать VividFuture или... Да, можно в интернете набрать VividFuture. Можно зайти на сайт нашего главного спонсора Multitalent, vivatmultitalent.ag. То есть там тоже целый раздел VividFuture. Можно почитать и обратиться через компанию. Или обратиться ко мне через социальные сети Нелли Пешкова. Я как куратор международного фонда. Можно обратиться ко мне напрямую. Я тоже вас сориентирую, подскажу, куда отправить заявку. То есть, ну, мы открыты к общению. Да, вероятно. Ну что же, спасибо большое. Куратор фонда VividFuture Нелли Пешкова была вот сегодня в нашей студии. Мы действительно надеемся, что эта встреча откроет какие-то новые таланты, откроет двери возможностей. И, может быть, кто знает, через энное количество лет те вот таланты, которых мы еще не знаем, будут сидеть тоже в этой студии, будут выступать с концертами по всему миру и прославят Латвию. Спасибо вам огромное за приглашение. И удачи нашей стране и всем нашим талантливым деткам.